да сейчас отдохнуть и полминутки начнем всем привет так первое сердечко полетела маленькая зелененькая о больше привет сейчас меня не отдохнет и мы начнем с ней делать пресс такой же продвинутый уровень ладар омск киев самара всем привет салям как дела хорошо благоград челябинск донецк ростов оренбург всем привет ну что начинаем делать пресс в чем задумка данного пресса нагрузка здесь повышенная игру нагрузка не сидит на поясничный отдел позвоночника поэтому которые не делает никто из новичков точно сейчас соответственно будем показывать что у нас происходит это стандартная гиперэкстензия которая у нас горизонтальная носочками до держимся ножки у нас уже устали не ручки вперед у них не вытягиваем здесь задача втянуть себя талию да и уходить аккуратно согнутой что то вы спиной то есть что поясничный отдел позвоночника у нас полностью оставался статульный работаем мы только прессом далеко не встаем вот так это происходит соответственно у нас работает полностью только пресс ну и соответственно квадристофс иркутск привет да когда поднимать уже вывеса и все время кричу повторение здесь должно быть около 20 мы уже потихонечку начинаем с аней сушиться вес мы пока оставляем прежний но подрезаем количество углеводов увеличиваем нагрузочки так показать сбоку но давайте да сбоку будет более правильно то есть видите она у нас сатуленькая позвоночник у нас не разгибается она это делает прессом нижней частью когда она уходит вниз она втягивает нижнюю часть живота еще себя замедляется и потом делает сокращение полностью вверх мы не садимся нагрузка с пресса вообще не проходит я я все время на какой-то массе сколько раз нужно в неделю делать ноги в зависимости от цели но как минимум один уж точно лучше 2 еще разика 4 видите да какая у нас нагрузка то есть поясничный отдел у нас все время остается сутулой и работает пресс он все время напряжен максимально внизу он еще и растянут задержка и обратное сокращение что делать на трицепс не знаю здесь очень на самом деле в зависимости от локтей и плечей нет у меня никто из клиентов не ведется с высока у меня сарафанное радио поэтому все мои клиенты это знакомые моих знакомых и делать абсолютно добровольно для подозвоночника это очень опасное упражнение поэтому никто из клиентов у меня первый месяц два пресс не делает они уже продвинутый атлет и соответственно она полностью готова к тому чтобы прокачивать пресс сколько раз нужно делать ноги уже ответил раз-два в неделю ну раз в неделю это минимум что нужно делать для ног кемерово кемерово привет собственно вот такое движение сейчас они сделают еще раз этот подход и я покажу еще более сложное движение она его еще не делал поэтому будет в перископе такое прямое введение учения того что можно сделать почему не с роликом не знаю у каждого свой смысл в этом стоит плюс на ролике достаточно большая нагрузка на грудь и в случае если у девчонок сделано грудь это вообще противопоказано такое движение на ролике пока подскажите инстаграм я не знаю надо будет как тебя найти кто надо тот найдет а так и искать не надо шерсти к вас спасибо что лучше кушать и сладкого раз в неделю минимум на самом деле в первой половине дня то есть на завтрак можно позволять себе что-то небольшое желательно после уже основного приема пищи то есть если вы съели с утра овсяной кашки и вам захотелось есть маленький кусочек чего-то сладкого в этом нету проблемы потому что с утра организм потребляет всасывается все то есть он практически не откладывает а впускает в работу до нагрузка большая у девчонок у у кого сделано грудь всегда должна быть определенная нагрузка на эти мышцы то есть мы не жмем лежа мы не делаем на разводке мы не делаем еще определенную группу упражнений перед тренировать печенье норм для парней абсолютно норм хорошая загрузка еще четыре раза то есть когда мы уходим вниз стали мы еще втягиваем внутрь то есть создаем эффект вакуума 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 задержка и обратно для мужиков с роликом да подойдет абсолютно но и здесь неплохо салам нет я раньше ветеринаром никогда не был шпаков много модели председатель позвоночной грыжи если нет дискомфорта можно грыжи почти у всех есть протрузии важна техника и правильная закачка позвоночных столбов перед приседом да и вообще и после приседа после приседа разумеется висеть и закачивать нужно всегда почему уровень физика в штатах отличается от уровня в россии до штатах все отличается культура тела другая культура потребления фармакологии другое отношение к еде абсолютно другой нежели чем в россии а не мышцы ждет еще как полный ждет ну что отдыхаем сейчас полминутки и будем работать пока объясняя что будем делать значит что у нас здесь происходит мы будем как нажимать как на женское седло то есть боком ножки мы будем ставить крест на крест кptic они у нас будут уходить немножко наоборот то есть верхняя нога уходит туда заднее уходит сюда сейчас когда начнем делать будет понятно коясницу закачивать гиперэкстензии дана гиперэкстензии тоже очень большая вариация техники соответственно всегда должен сидеть сильный прогиб то есть многие суп тулицаlow на гиперэкстензии я не сторонник этой техники козы им привет сколько трансляции смотрю ли когда не идет как-то заниматься тяжелых заниматься с перископом. Это как вы себе представляете? То есть я подкачиваю баночку такой и делаю что? То есть как-то тяжело. На спине 4-5 упражнений за тренинг норм. То есть раз в неделю. 4-5 упражнений это очень немало. Так, ну что? Ты готова? Поехали. Как на женское седло? Тоже чуть-чуть свешиваешься. Чуть-чуть туда. Да, чуть-чуть туда уходишь. Сиродинску привет срочно. Передал. Так, ну сейчас я буду внимания не уделять, поэтому аккуратно. Во, все верно, да. Эта нога сюда. Вторая туда. Все верно. Все как ставишь. Та нога уходит сюда. Так, привет Хабаровскому. Да. Она сейчас будет нормально держаться. Ничего не боишься. Давай мне ручку. У меня ноги. Боком. Здесь главное правильно распределить ягодицы. Да? Ну и поехали. Вот так все. И обратно уходим. Работаем. А теперь еще чуть-чуть подтягиваем вот этой ножкой. То есть под конец этой ножки чуть-чуть подсгибаем, когда поднимаемся. Да, то есть вот эта мышца у нас срабатывала. Ты сейчас держишь ногу абсолютно прямой. Видишь? А постарайся ее подсогнуть. Во. И в момент подъема, а? Здесь нужно просто правильно лечься. Стой. Мы сейчас сделаем иначе. Все, подкладывай. Будет удобнее. Нога подсогнута, да. Вот. Да. То есть она подсогнута. И частично ты дотягиваешь еще и ногой. То есть мы с тобой докачиваем с тобой эту часть. Чувствуешь, что это пошло? Мы стали работать ту мышцу, которая у нас с тобой почти не работала. Талия втянута. Опа. По 12 повторений. 8. 9. 10. Растягиваемся вниз. 11. Умничка. Все, хорошо. Здесь у нас прокачивается шикарно боковой пресс. Но для девчонок мы еще несколько меняем технику. Во-первых, мы подсгибаем ногу. Это безопасно для крестовых связок сбоку от колена. Ну а самое главное, что начинает еще работать вот эта вот... Так, вот эта нога. Она сидит сюда. Так. Эта нога у нас идет туда. А самое главное, что мы еще начинаем прокачивать вот эту вот мышцу, которую нам дает красивую ягодичную и спереди. Так. Ну что, пробуем. Талия втянута. Поехали. Здесь главное, чтобы тебя не мотало. Да, ножка ты делаешь легкую дожимочку в конце. То есть как будто приподнимаешься ногой. Великолепно. Ну вот, и она пошла работать. Отлично. Растягиваем боковой. И еще три раза. Раз. Два. Три. Умничка. Сахар я употребляю в небольшом количестве, потому что когда и где мне употреблять. За сколько до сна не спичатся углеводы медленно, чтобы не пошли по жировому пути. Смотря кто вы, то есть мужчина, женщина, возраст, обмен веществ, уровень гормонов. То есть на самом деле девочки у меня тоже едят на ночь. Просто на ночь это у нас обычно овощи, что-то белковое. Если же ты парень и на массе, то на самом деле практически пересном можно есть. Чтобы они не шли в жирок, то на самом деле после девяти вечера не очень хорошо есть короткие углеводы. Да и вообще их можно вообще принимать тогда в первой половине дня и после трех-четырех уже исключать. На светской стенке можно спину травмировать? Спину можно травмировать где угодно. Зачем такие губы? Целоваться удобно. Зачем я крашусь? Кто сказал, что я накрашенный? Кто-то готов поставить на это денег? Так. Тут у меня пошли какие шикарные хейтеры. Что? Были еще лестные комментарии? Нет? Пусть сердечками. Хейтеры, надо нажать, чтобы у вас был спазм и шли сердечки в большом количестве. Если к тому, то значит стоит есть на ночь, а в зависимости какая цель. Если вы набираете, то тогда приходится есть и на ночь тоже. Любимая фирма БЦА? Китайский фармакологический завод, который изготавливает БЦА для остальных аптек, где нет ни добавок, ни собственно ничего. В Амаз? Нет, в Амаз я уже много лет не хожу. Меня там не все любят. На самом деле здесь лучший ремонт, и зал работает с 7 утра, что очень устраивает меня. Как должен выглядеть мужчина? Не знаю, вам виднее, у вас должен быть свой мужчина. Мою женщину устраивает. Ну что, мальчики и девочки, всем огромное спасибо. Кстати, я все забываю, меня просят Леоня с Таиланда, девушки, с которыми мы сидели в кафе, кто занимается недвижимостью. Если у вас есть возможность, надо связаться с Леоней, ему там кому-то нужно помочь с недвижкой. Вот. Ну что, все. Всем огромное спасибо. Я не могу сказать ссылку, где достаю БЦА, потому что они не сертифицированы. То есть они сертифицированно приходят в Россию, но их нельзя расфасовывать. Вряд ли вы будете покупать их по 25 килограммов, да и то даже в этом есть проблема. Поэтому как только они сертифицируют все, можно будет спокойно начинать их заказывать. Ну что, все. Всем огромное спасибо. Всем до свидания и до следующих встреч. Все, пока. А, трансляция не останавливается, не останавливается трансляция. Ну что, как тебе работа?